Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это не реклама, просто мы хотим протестировать электронную мини-кастрюлю. В ней можно варить и есть функция подогрева. Она на 230 вольт, 200 ватт. Если вы пользуетесь в машине, то нужен трансформатор 12 или 24 вольт на 230 вольт. Теперь смотрим, что же у нас внутри. Так, и что мы имеем? У нас здесь инструкция по эксплуатации. Что же здесь? Вот такая ложка пластиковая. Ага, еще что-то такое. Это шнур. И вот у нас сама кастрюлька. Нашу кастрюльку я вытащила из мешочка. Посмотрите, как она выглядит. Вот она такая, небольшого объема. Такая вся компактная. Вот здесь подключается шнур, электрический шнур. Здесь мы включаем или выключаем. Потом здесь у нас тоже вот это включаем, потому что здесь стоит кипячение, а здесь подогрев. То есть вы будете сами регулировать, что вы хотите. Что-то подогреть или скипятить. Есть вот такая вот крышка. Посмотрите, как она плотно закрывается. Если будете разогревать или что-то кипятить, то уже нет. Она уже у вас не перельется и не вылится. Вот такая крышечка. Здесь у нас такой маленький бейхер. Это для измерения воды, потому что эта кастрюлька для варки риса. Мы просто хотели взять, использовать ее для подогрева. Внутри у нас вот такая вот кастрюлька. Примерно здесь 0,9 миллилитров. То есть 900 миллилитров можно разогреть воды. Подогреть, скипятить. А если будете варить рис, вот посмотрите, тут есть даже разметки. То есть на три перзоны можно сварить рис. Если вы будете вдруг захотите сварить рис. То есть вот кастрюлька, посмотрите, у нее есть специальное покрытие. То есть пригорать здесь ничего не должно. Налили воды. Здесь примерно 400 миллилитров воды. Кипела. Прошло 15 минут. Посмотрите, как удобно. То есть она вот так плотно закрывается крышкой. Вот она уже все кипит. Подвожу итог. 15 минут вскипятить воду – это хороший результат. Есть также функция подогрева. В течение дня имейте под рукой горячую еду. Спасибо за просмотр. Я желаю вам всем хорошего настроения. До свидания.